Ребята, всем привет! С вами Николай Сверидов. Это значит, что вы по-прежнему на моем канале, где мы продолжаем обсуждать различные прикольные, около-Айтишные питания и вещи. И я начинаю раздражаться сериями роликов про поисковый движок Elasticsearch. Назвал серию роликов «Поисковый движок Elasticsearch» для самых маленьких, и сегодня у нас будет нулевая часть и введение. Поговорим про то, что такое ElasticStack. Коротко расскажу вам про то, что такое Elasticsearch. И поговорим про такую штуку, как полнотекстовый поиск. Итак, что же такое, для начала разберемся, поисковый движок? Ну, состоит из двух слов. Поисковый движок — это та штука, которая позволяет вам разумениться, искать информацию. И, как говорит нам Википедия, поисковый движок — это комплекс программ, который предназначен для поиска информации. И вы можете быть уверенными, что под одним местом у Гугла, Яндекса и прочих поисковых систем стоят вот эти вот самые программы, которые и помогают вам искать информацию, которые составляют этот самый поисковый движок. Elasticsearch — это замечательная софтина, которая входит в состав так называемого ElasticStack. Если вы услышите Elastic, то, как правило, это все используют относительно Elasticsearch, но Elastic — это целая группа софта. И вы здесь можете видеть такой символ Elastic, что-то вроде молекулы. И в состав ElasticStack входит сразу несколько программ. И сейчас мы с вами каратенечко разберем, что же это такое и что туда входит. Графически я вот так вот это изобразил. У нас ElasticStack облако, ElasticStack такое. Значит, смотрите, туда входит Elasticsearch, Kibana, Lockstash, Beats и XPack. Это все названия разного софта. И каждый из этих компонентов отвечает за что-то свое. То есть, если нам нужно мониторить, уведомлять и защищать, мы будем использовать функционал некого XPack, чтобы удобно глядеть и взаимодействовать. Уж извините, так шуточно пишу. Может быть, не совсем по-русски. Для этого используем Kibana. Lockstash у нас помогает централизовать данные по событиям, Beats — доставлять эти самые данные. Но область нашего интереса представляет именно Elasticsearch. Будем говорить именно по нему, по остальным компонентам нашего ElasticStack. Мы пока не будем это трогать. Это вообще на наше обучение, я уверяю, вас никак не повлияет. И важно здесь просто понимать, что вот эти все компоненты, они нужны, вот каждый из них для чего-то. Вот Elastic нужен для того, чтобы хранить, искать и обрабатывать различного рода информацию. Наша зона интереса, собственно, я и нарисовал здесь, что в нашу зону интереса входит Elasticsearch. И давайте теперь с вами вспомним про базы данных и то, как мы храним информацию в этих самых базах данных. У нас есть реляционные базы данных от слова Relation, отношения. И данные там хранятся в виде записи внутри таблиц. Ну, то есть строки таблиц я вот так это назвал. И поля у нас, как правило, заданы жестко. То есть если у вас, вы обратите внимание на структуру той схемы, которая есть сейчас на экране, вот Sessions, Participants, Movements, Dots, Frames и так далее, здесь есть строго заданные поля. Initials, Age, Sex, Information и так далее и тому подобное. Соответственно, если вы захотите добавлять какое-то новое поле, да, у вас, допустим, прилетает объект, в котором еще какие-то дополнительные штуки будут, вам нужно каждый раз будет добавлять сюда, значит, в таблице новую колонку, да. То есть это любая вот эта реляционная модель, она представляет собой таблицу, где есть строки и колонки, разумеется, этих строк. Но достоинством является реляционных баз данных, то, что можно легко джойнить между собой все вот эти отношения. Кто, я думаю, интересовался базами данных, знает, что есть там Left Join, Inner Join, Right Join и так далее и тому подобное. Вот, с реляционками это делается очень круто и очень просто, однако есть свои проблемы, я уже сказал по поводу добавления полей и, скажем так, динамической структуры данных, когда у вас прилетели данные вот с этими же самыми новыми полями или, наоборот, не долетели какие-то поля, то есть прилетел объект, а там, ну, например, нету значения Age. И вам нужно изобретать велосипед и задавать какое-то либо дефолтное значение, либо говорить, что это поле является необязательным. Ну, я думаю, что, когда я буду записывать какой-нибудь курс по базам данных, я про это расскажу подробнее. И есть нереляционные базы данных, различного рода они бывают, там, Time Series документа, ну, чаще всего документы ориентированные рассматривают, как они, в чем их мощь, в чем их сила и как они выглядят. Ну, вот здесь вот классический пример, значит, документы ориентированной базы данных, когда у вас строчка, да, если в реляционной базе данных у вас хранится внутри таблицы какая-то строка, то здесь представьте себе тумбочку с ящиками. Тумбочка — это некая коллекция, собранная по... Точнее, тумбочка — это ваша нереляционная база данных, а ящики в этой тумбочке — это какие-то коллекции или индексы, или вообще любое название, которое вы придумаете, или таблица, да, то есть можете эту сущность обзывать как угодно. Но суть в том, что эти ящики будут хранить в себе объекты, которые сформированы по какому-то известному вам характеристическому признаку. Например, в одном ящике вы храните только заявки от клиентов, в другом ящике вы храните только жалобы от клиентов, в третьем ящике вы храните, допустим, аудиторские документы или бухгалтерию. И каждый из этих документов в целом, он может иметь одну и ту же структуру, то есть они между собой похожи с точки зрения наполнения полей, но в целом они могут иметь совершенно различную структуру, да, то есть понятно, что там first name, last name и какие-то такие поля, вы ожидаете, что они есть везде, но если их не будет, ваша база тоже это все пропустит, то есть вы оперируете лишь той информацией, которая есть в документе. Нет, ну и не страшно. И вот здесь вот представлен пример такого документа общего вида, да, то есть есть какое-то поле ID, first name, last name, адрес, внутри адреса еще вложенная структура. Внутри этой вложенной структуры на самом деле может быть сколь угодно много вложенных структур, то есть у нас хранится все в виде джейсонки. И вот эта джейсонка, она кладется, представьте, что вы ее распечатали и положили в свой ящичек вашей тумбочки. Ну и храним в документах. Поля заданы гибко, и эта штука, я имею в виду нереализационная база, она гораздо за счет своей гибкости и внутреннего устройства ее достаточно легко масштабировать. Что такое вообще масштабирование, когда мы о нем говорим? Это когда вы пытаетесь сделать так, чтобы вашей базой можно было пользоваться, допустим, с каким-то расширением, допустим, какого-то функционала, да, то есть если вы добавляете какое-то новое обязательное, ну, скажем так, новое обязательное поле для вашей бизнес-истории. Вот если вы будете добавлять это в реляционку, то там вам придется, ну, прям добавлять это поле, возможно, переделывать SQL-запросы, следить за всеми вот этими ограничениями, а в новой SQL этого не нужно, вы просто докидываете документ, там объявляете это, может быть, в маппинге, если это нужно, ну, про то, что такое маппинг мы еще не говорили, но вы об этом узнаете. Вот, и это бывает гораздо удобнее. И у нас масштабирование существует горизонтальное и вертикальное, а горизонтальное – это когда вы рядом ставите еще одну машину той же мощности, да, а вертикальное – это когда вы усиляете ту машину, которая у вас есть сейчас. Но, и тут хороший пример такой, представьте себе, очень-очень тяжелый какой-нибудь булыжник, и вы можете найти на планете человека, который, попытаться найти человека на планете, который этот булыжник поднимет, но навряд ли. То есть, это ограничение по производительности одного человека, да, он не может поднять этот булыжник. Но если вы там 10 человек абсолютно среднестатистических наймете, то вы, во-первых, сможете их найти, да, а во-вторых, вам это выйдет и быстрее, и дешевле, чем искать какого-то супергиганта. Вот, это было такое лирическое отступление. Elasticsearch, если мы говорим про саму модель и там про способ хранения данных, он относится все-таки к нереаляционным и документоориентированным хранилищам. И, собственно говоря, чем же он так крут, почему захотелось про него рассказать, ну, способы, как это, плюсов много. Я перечислю, некоторые из них уже реализованы от производителя, клиенты на разных языках программирования. То есть, есть питонячий клиент, ну, мы же не уходим все-таки из нашей зоны интереса, да. Значит, на питоне уже клиент написан. Причем поддерживается все именно производителем Elasticsearch, и это очень круто. То есть, вы всегда имеете доступ к last-version всякого софта, утилитам, и которые поддерживаются самими производителем. Соответственно, скорость фикса багов, я думаю, тоже быстрая в этом случае. Потом, в Elastic есть аналитические блоки из коробки, то есть, буквально по щелчку одного пальца вы можете получать какую-то полезную data science информацию. Взаимодействовать с Elasticsearch очень удобно, благодаря реализованному интерфейсу API. И мы тоже посмотрим, как это все работает. Я уже говорил про масштабирование в ключе нереализационных баз данных, но с Elasticsearch тут еще одна крутая вещь, то, что Elasticsearch можно раскидывать по так называемым нодам, то есть, создавать несколько узлов, и это вам тоже ничего не будет стоить. Допустим, у вас есть одно централизованное хранилище, в которое вы напихиваете вашу информацию, и вы хотите увеличить мощность. Вы можете рядом поставить еще один узел Elasticsearch, и не надо даже никаких особых настроек там делать, Elastic сам все поймет и сам начнет работать со вторым узлом. И Elasticsearch, это что еще немаловажно, это распределенная система хранения. То есть, вы можете раскидать ее на много-много машин, за счет этого увеличить доступность данных, и то, что эти данные будут, соответственно, отказа... Ну, вы повысите тем самым отказоустойчивость вашей системы. Об этом тоже отдельно поговорим. И с Elasticsearch уже можно начинать работу с дефолтными настройками, с теми, с которыми вы скачаете его и начнете устанавливать на свой компьютер. То есть, взлетаем сразу. И киллер-фича Elasticsearch – это полнотекстовый поиск, который можно настроить не хуже гугловского при определенных навыках. И здесь мы с вами, я думаю, перейдем к тому, что же такое полнотекстовый поиск и чем он отличается от обычного поиска. Итак, полнотекстовый поиск – это вот такая вот здоровая, очень сильная собака, которая говорит, что плевать мне на падежи времена и склонения, найду все и выдам в порядке релевантности. И есть вот такая вот собачка, которая в обычном поиске, которая говорит, я умею искать только шаблон или подстрочку. Представьте себе, что у нас есть хранилище данных, в которой есть запись «мама мыла раму». То есть, это то, что у нас хранится в нашей базе. И мы формируем поисковые запросы. То есть, вот три поисковых запроса. Ну, последовательно будем прогонять. Первый, второй, третий. «Мама мыла раму» и «недомыла», допустим. Представим, что мы вбили это слово в Google. Google, разумеется, я думаю, многие из вас уже опытны. И, разумеется, Google нам выдаст совпадение с «мама мыла раму». Если где-то будет страница. Ну, представим, что у нас единственная страница в интернете, на которой написана вот эта фраза. Google нам выдаст эту самую страницу. Он не обратит внимания на окончание. Он разберет эту фразу, поймет, что, допустим, вот эти вот два слова и «недомыла» вообще никаким образом не влияют на нашу выдачу. И не влияет еще и порядок слов. Потому что, если мы начнем искать и сопоставлять наши подстрочки со строчкой, то за счет того, что слова перепутаны местами, переставлены точнее, у нас «мама мыла раму» не попадет по обычному поиску в выдачу. «Мыла подрамники мама» такую вот какую-то криповую я фразу придумал, но тем не менее, если мы такой поиск сформируем тоже, то тут у нас «рама», а тут «подрамники». Разумеется, обычный поиск тяжело, я думаю, настроить, чтобы он как-то на это валидно среагировал. Плюс еще перестановка слов имеет место быть. И множественное число «мамы мыли рамы». То есть, казалось бы, очень похожие на то, что в нашей тестовой фразе данные. Но, тем не менее, я ожидаю, что простой поиск, он выдаст пустую выдачу, и он будет умолять о помощи и говорить «помогите, сделайте что-нибудь». Однако, полнотекстовый поиск, и мы с этим разберемся, как работает полнотекстовый поиск в Elasticsearch, что он делает? Он разбивает эти фразы на определенные составляющие и смотрит вне зависимости от окончания, от порядка слов, можно учитывать опечатки, вообще много-много-много всяких вещей. Разумеется, это все настраиваемо, разумеется, и простой поиск через Elastic тоже можно организовать. Но при кастомных настройках, при дефолтных, можно очень легко получить вот эту вот «мама-мылораму», то есть она фактически у нас, даже можно стрелку было бы нарисовать вот отсюда сюда, то, что мы действительно из базы это все получаем. Вот, надеюсь, объяснил понятно. И, собственно говоря, Elasticsearch благополучно имеет в своем составе кучу настроек под самые невероятные кастомизации полнотекстового поиска. Можно учитывать опечатки, окончания, количество совпадающих слов и многое-многое-многое другое. Вот. Как же развернуть Elastic на своей локальной машине? Ну, вот тут такой мем. Берешь и делаешь. И все. На самом деле все очень просто. Мы заходим на сайт Elastic, качаем оттуда дистрибутив с официального сайта. Ну, вот я качал под свою систему. После чего у меня появился архив, который я распаковал, и папочка вот у меня Elasticsearch версии 7.13.4. Там внутри папки bin у меня есть такой исполняемый файл Elasticsearch. Я делал на нем дабл-клик, и у меня открывался терминал, где в самом-самом конце, там много-много всякой информации прилетало, и в конце была надпись ClusterHealth status changed from red to yellow reason shards started. Много непонятных слов. Cluster, shards, но вы не пугайтесь. И, в общем, вот эта вот фраза говорит, что в целом Elastic завелся, можно посмотреть, как он завелся. И смотрим дальше в браузер, переходим на адрес, опять же, дефолтная настройка, localhost, двоеточие, 9200 порт, и видим вот такую вот JSON-выдачу замечательную. Что значит это JSON-выдача? Это значит то, что мы, ребята, только что с вами постучались в наш прекрасный Elastic. И вот тут такой теглайн, you know for search. Собственно говоря, Elastic поднят, да, мы в следующих видео обязательно это проделаем уже вживую. И, собственно говоря, вы великолепны, если проделали все это вместе со мной или после просмотра этого ролика, только что вы развернули свою первую ноду Elastic. Такие дела. Ребят, спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Оцените, пожалуйста, его как-нибудь лайком, дизлайком. Обязательно напишите комментарий, если у вас есть такая возможность и вы хотите подсказать мне, как стать лучше. Надеюсь, эта тема была для вас интересной. Мы будем продолжать. И отдельное большое сердце, любви моим спонсорам. Ребята, спасибо, что поддерживаете меня не только лайком и репостом, и комментарием, но еще и финансово. И всем остальным хочу сказать, ребята, если вы хотите тоже меня поддержать финансово, вы можете оформить для себя комфортный уровень пожертвования на любых платформах, где я зарегистрирован. Patreon, Boosty, YouTube. И я вам буду очень-очень за это благодарен. Спасибо, что смотрели. Учите Python и Elasticsearch. Вы молодцы. Всем пока.